здорово короче пара слов про язык про опыт его изучения и что происходит дальше короче в двух словах не рассказать но в данный момент на данный вернее момент интенсивно я изучаю язык порядка ну где-то четырех наверное месяцев где-то 45 месяцев я уже занимаюсь прям интенсивно наверное думаю 4 так вот я все думал типа почему ну то есть я изучаю базу я занимаюсь там чтением до интенсивным ну и тому подобное то есть я пытаюсь какие-то конструкции учу и тому подобное я думаю почему так тяжко дается ну то есть я далеко не глупый парень вот все-таки инженером сложно быть я думаю что не так чё типа чё происходит я тут ознакомился с парочкой видосиков о том как изучают в интенсивно подготавливают военных лингвистов и во всяких вот подобных вузах короче и вот что интересное оказывается на языки типа испанского французского и итальянского носителям английского именно носителям английского отводится полгода но кто эти самые кандидаты да кто эти ребята которые учатся во-первых те ребята которые учатся это молодые подготовленные специально отобранные специалисты которые умеют могут, и у кого мозг именно работает на лингвистический подкаст. Вы представляете? То есть, это молодые, умные ребята, а теперь, которые каждый день, минимум 10 часов в день, 5 дней в неделю, они занимаются изучением языка. И опять же, это для англоговорящих. То есть, это язык не первого порядка. И это, ну, мягко говоря, офигеть. То есть, если у молодого пацана, которого каждый день, специально подготовленного, с определенным типом мозга, которого тестировали много раз, уходит полгода, где его прям пичкают инфой, и его дотягивают до B1, то как бы а чему удивляться мне, то есть, уже достаточно старому пацану, по сравнению с этими молодыми ребятами, у которого гораздо меньше времени в день, и у которого гораздо меньше, ну, способностей к этому. Ну, тут как бы, ну, нечего юлить, я действительно сильно меньше способный, чем они. И я, как бы, сейчас, вот в данный момент, ну, типа, у меня условно прошло, там, мои, там, 5 месяцев, и я не говорю, да? То есть, и, ну, или там, 4. А чему удивляться-то? Ну, типа, это нормально, что это не работает. Поэтому я перестал себя жестко гонять, я перестал себя, ну, типа, не то, что корить, а то, что вот прям заниматься каким-то вот некоторым тотальным подгонянием себя. Так вот, дальше, следующий интересный факт. До недавних пор изучение испанского мне давалось тяжко, и я прям чувствовал нежелание заниматься им. То есть, я был вынужден им, вынужден им заниматься. А сейчас, вот в данный момент, я получил прям некоторый вариант удовольствия от того, что я занимаюсь испанским. Короче, я немножечко перестроил способ своего восприятия, изучения, и, возможно, он поможет и вам, потому что мне, как человеку, у которого вообще к лингвистическим правилам ничего не лежит, и нет вообще никакого опыта, я думаю, что мой опыт будет офигеть как полезен, особенно для тех, у кого мозг для этого лежит. Вот, но он еще не начал. Короче, раньше я читал, ну, типа, раньше я занимался чем? Я изучал базу, на которую, кстати, уходит не очень много времени. База, это вот, типа, там правила основные, там, глаголы неправильные, да, там, как работают артикли, вот, местоимения и тому подобное. То есть, я на это тратил некоторое время, но вообще, в целом, это не особо затратная штука по моментам. Так вот, а потом я начал, а, набивать вокабуляр, ну, просто так, просто учил слова вне контекста, просто слова отдельные, да. Потом я начал добавлять к ним артикли, да, то есть, это эль, ля и тому подобное. Со временем, короче, вот, я, чего я начал делать? Сейчас у меня, так вот, и главное, к чему я пришел со временем и чем начал заниматься, это интенсивное чтение. То есть, я брал условную книгу и уже ее прям максимально деконструировал. Как я это делал? То есть, ну, я пользовался чатом GPT и пользуюсь по сей день. Его вполне достаточно для этих целей. Я скармливаю ему предложение, использую определенный набор указаний, и он мне его деконструирует, и я по этим деконструкциям учусь. Он мне объясняет, там, по каким правилам склоняются слова. Если есть там устойчивая конструкция, он мне их показывает, я их переписываю, пишу в блокнот. Очень важно при работе с интенсивным чтением и деконструкцией писать, много писать. Некоторые проговаривают, я нет. Вот, я занимаюсь именно чтением и писанием. Вот. Впоследствии я понял, что мне этого мало, потому что я читаю, но я не говорю. И вот с недавних пор, буквально неделю как, я добавил себе эффективное аудирование и чтение вслух. Эффективное аудирование. Я скачал себе пара книг в электронном виде на испанском и нашел в интернете аудиокниги. То есть сейчас я слушаю Скоттный двор Порвелла, одна из моих любимых книжек. Следующая будет 1984. Это сложно, это грустно, но для привыкания к языку этого более чем достаточно. Я слушал, кстати, новости вот на ТН. Ну, это опять же, это работает чисто для Аргентины. Вот. Тут вообще мой опыт изучения языка очень грустный, потому что мне доводится учить Когтишану, а это очень сложный вариант, потому что по аудиокниг нормальных с Когтишана их нет. типа, их не нагуглить. Вот, нормальный, просто человеку сложно их очень нагуглить, а для откопать. То есть надо перебирать книги и смотреть, как человек говорит. Вот, какие конструкции используют. Это херово. Вот, поэтому мой опыт в плане языка можете не перенимать в плане Когтишану. но это вообще в целом, конечно, это ляжет на любой опыт, но вот мне тяжелее просто приходится. Вот, информации мало. Так вот, и впоследствии я начал читать вслух. То есть у меня с собой электронная книга, вот, либо я дома около монитора, я прям сажусь и читаю. И вот я себе поставил минимальную задачу, час я эффективно аудирую, то есть слушаю аудиокнигу и параллельно с аудиокнигой читаю. Таким образом сращивая то, что говорят и то, что читается. Вот, второе я читаю вслух, также минимум час. Минимум час я занимаюсь эффективным чтением, но на самом деле, как правило, эффективным чтением я занимаюсь в районе двух, двух с половиной, трех часов. То есть мне нравится этот процесс, я люблю там с чатом с GPT работать, что-то писать, мне это прям нравится. Вот, и вообще еще надо добавить, я еще добавил занятия с учебником, вот, проработка с учебником, но дело в том, что работа с учебником штука очень дискомфортная для меня, ну, типа, я просто, мне не нравится этот процесс, вот, поэтому я на него отвожу от получаса до часа, но в целом я себя заставляю, мне получается, вот, но очень многие правила работают в контексте, при эффективном чтении ты их начинаешь изучать. Я выписал для себя, там, условно говоря, там, сложное прошлое, простое прошлое, там, сложное будущее, там, простое будущее, ну, типа, там, совершенное, несовершенное, там, законченное, незаконченное, вот, и параллельно изучение неправильных глаголов и их конструкции. Таким образом, эффективное чтение, чтение вслух и эффективное аудирование, и это прям must have. После того, с вами, то есть, уже эффективно читая, то есть, я уже читаю книги B1, ну, типа, читаю, разбираю, слушайте, я начал понимать текст после того, как я начал аудировать, в смысле не текст, а в смысле речи, и это прям нифига себе какой level up. То есть, на протяжении многих месяцев я вообще не выкупал происходящее, что они несут, о чем они говорят, а вот, с момента моего перебора, вот, с определенного момента, да, вот, уже накопленного опыта в языке, я начал понимать, то есть, не аудируя, не присутствуя в языке, я в целом, все равно, начал так или иначе понимать, и это здорово. Вот, так что, надеюсь, мой опыт был для вас полезным, и, если что, ставьте там лайк, на канал подписывайтесь, если что там, захотите помочь, помогайте, буду рад.